Народная дружина Народная дружина И по всей России у нас начали создаваться именно на основании этого закона Народная дружина, в том числе и в нашем городе Ноябрьский. У нас на Ямале довольно-таки много народных дружин, также есть и казачьи народные дружины. В 2014 году была создана народная дружина в Ноябрьске и, соответственно, она начала свою работу. В 2015 году я стал командиром народной дружины в декабре месяце. С 2016 года, я бы сказал бы, она начала развиваться, дружина, и мы имеем то, что сейчас у нас находится. А в первое время было трудно привлечь население к своей организации? Да, конечно, потому что раньше работа именно по разъяснению, что такое народная дружина, она не велась. Когда мы начали привлекать в ряды народной дружины людей, горожан наших, многие встречали это с непониманием. На данный момент ситуация уже давно переломлена. Сейчас люди, когда приходят в народную дружину, они знают, зачем более сформировано у них мнение о народной дружине. То есть сейчас уже мы этот барьер перешли. 70 человек в народной дружине, это среднее количество или этого мало? Это среднее количество. Те планы, на которые мы наметили, этого достаточно мало. В среднем у нас потребность именно в людях, это около 150 человек в нашем городе. Потому что очень много массовых мероприятий, особенно в этом году, проходит на территории города. То есть численность все-таки зависит от численности населения или от количества проведенных массовых мероприятий? Больше от количества массовых мероприятий, потому что люди должны отдыхать. Соответственно, все постоянно одни и те же. Это довольно-таки сложно для людей в целом, потому что это общественная нагрузка, это не работа. И, соответственно, нам, исходя из этого, надо больше количества людей. Сейчас ведется набор, я так понимаю. Да, сейчас ведется набор, мы размещаем в социальных сетях объявления, в спортивных учреждениях развесили объявления. Ну и, соответственно, проговариваем с коллективами о вступлении в народную дружину. Помогает? По чуть-чуть помогает. Мы никогда и, в принципе, не надеялись, что будет шквал, так сказать, людей. Именно в рамках правоохранительной деятельности активных граждан не так много. Но, в принципе, люди приходят, мы с ними беседуем, соответственно, даем им пакет документов, которые они в последующем заполняют. И мы уже привлекаем этих людей на охрану общественного порядка. Ирина, а как вы присоединились к народной дружине? Что вас мотивировало? Я такая всесторонний, развитый вообще человек. Я уже была в этой сфере, на большой земле, как говорят, но здесь для меня было это дико, правда, первое время. Я ходила в студенческий оперативный отряд, когда была студенткой. Но там, конечно, более было... Здесь тоже интересно, а там большой город, все-таки побольше народу. И мы в основном в вечерничное время там дежурим. Здесь тоже есть вечерничное время, хорошо. А почему пришла? Знаете, я вот сидела, думала, действительно, многие спрашивают, зачем тебе туда скучно? Вот дома одна и та же суета, одна и та же. То есть вот дом, работа, дом, ребенок, муж, готовка. А здесь как-то... Я даже, когда вступила в дружину, я теперь очень много знаю, каких у нас мероприятий проходит. С тем самым я и беру свою семью, что я пошла дежурить, они тоже там поразвлечься, еще что-то. То есть это как бы ваше желание как-то разнообразить свою жизнь, да, я так понимаю? Да, если честно, да. А материальные бонусы какая-то вот эта работа приносит? Материальные бонусы, да, приносит, у нас есть поощрение дружинникам. То есть мы не трудоустраиваем, чтобы понимали, потому что есть обращение именно в народную дружину, люди хотели бы принять участие, но думают, что это некая работа. Вот мы не трудоустраиваем, но у нас есть, да, поощрение. Они вполне неплохие, но я думаю, озвучивать мы их не будем, потому что основным мотивом это как раз-таки должен быть вступление в народную дружину, это должна быть заинтересованность именно в развитии нашего города, в развитии безопасного нашего комфортного города. То есть по велению сердца должно быть? Да, конечно, в любом случае. Люди, когда приходят к нам, некоторые действительно от интереса, возможно, но потом спустя время некоторые люди видят, как в городе вообще организовываются мероприятия, они видят именно свою надобность в самой работе именно в дружине. Вот, и если говорить о той текучке, вот, например, как в любых, будь то общественных организациях, будь то организации, где люди работают, вот, а текучка у нас, ну, 3-4 человека, может быть, за последний год от нас ушли, ну, а в связи там с переездом, например, либо сменой работы, когда люди, ну, нет возможности выходить в дружинство. А с чем вы связываете такую стабильность? Стабильность? Я еще раз повторюсь, люди вникают именно, они видят свою необходимость. То есть потому что они осознанно уже приходят? Да, они осознанно, конечно. Если изначально, когда формировалась в 2014 году народная дружина, я вам скажу честно, были разусланы письма в организации, чтобы обязательно было там 5 человек. Когда я пришел в народную дружину, мы собрались всем коллективом, я всех поблагодарил, посмотрел на объем работы, тот, который был проведен. Соответственно, мы выдали и благодарственные грамоты, и, так сказать, поблагодарили людей, и я всех отпустил. Сказал, вы свободны. Вот. Соответственно, и потом мы начали набор. Есть люди, которые остались в народной дружине, и они, в принципе, по сей день. Чем вообще занимается народная дружиняка? Мы так поняли, что он охраняет порядок во время проведения массовых мероприятий. Что еще? Нет, не только. У нас работа ведется и в вечернее время с сотрудниками полиции, это патрульно-постовой службой. У нас вечернее время с 8 часов до 12. Ну, зачастую задерживаются, конечно, но основное время с 8 до 12 часов. Вот. Также мы участвуем в поисковых деятельностях. То есть мы работаем непосредственно с отделом розыска. Нас частенько дергают, что вот либо ребенок пропал, либо у нас криминальные поиски идут. Вот. Соответственно, это сторона. У нас организовываются встречи с молодежью и с детьми по разъяснению правовых норм, как вести себя во время проведения массовых мероприятий. То есть, что делать, если ребенок потерялся, что делать, если он столкнулся с каким-либо правонарушением. Вот. Буквально в начале этого года даже удалось такую встречу провести в Салихарде в рамках форума, проводимого там, где мы там подарили тот же самый флаг нашей народной дружины. Вот. Ну, это, в принципе, все. Ну, зачастую основное, так же люди у нас принимают жизнедеятельности города Ноябрьска. Довольно-таки активные. Ирина, как ваша семья отнеслась к тому, что вот вы выбрали себе такое развлечение? Да никак. Он нормально отреагировал, потому что единственное, переживал, как если... Хулиганы? Нет. Он за меня знает, что я могу постоять. Вот. Он больше переживал, что когда вот эти вечерничные смены, ребенка не всегда есть где оставить с кем. Вот. А так нормально отнесся. Он говорит, ну, ты, если хочешь, пожалуйста, твое желание. Даже поэтому я говорю, я говорю, я на работу туда-туда дежурить. Он говорит, мы с тобой. То есть даже вместе ходите было? Ну, как бы они вот там день города, да, допустим, был 9 мая. То есть они тоже идут. Раньше, если честно, мы там то-либо дома сидели. Как бы, да ну, неохота, то погода, по-моему, не позволяла, то еще что-то. А сейчас я говорю, я на работу дежурить. Он говорит, мы тоже пойдем, потом будем дома сидеть. Я вам поэтому говорю, что я узнала очень много мероприятий, которые проходят, помимо вот этих больших, да, праздников, еще другие. Вот. Если есть возможность, они идут со мной, у них желание, пожалуйста. Господи, да я даже уже начинаю мужу говорить, и ты, если хочешь, можешь тоже вступить в наши в ряды. А он? Ну, он так, ну, можно подумать. А сколько вот в неделю уделяете часов этой деятельности? Ну, зависимости тоже, как смотрим по времени, есть свободные, вот эти вечеречние дежурства ставим, у нас есть старший. Мы ей скидываем, когда мы можем, какие дни она нам ставит. То есть у нас нет такого графика прямо. Да, да, да. График мы изначально... Если честно, под нас подстраивали. В конце, в конце, да, следующего, ну, в конце следующего месяца мы составляем график на следующий месяц. Соответственно, люди высказывают свои возможности, вот. Но бывают же, конечно, у нас замены в этом графике, потому что какие-либо на работе, например, задерживается человек. Он заранее нас предупреждает, соответственно, делаем замену. Кто-то всегда свободен, в принципе, и готов заступить на дежурство. А когда вы на дежурство выходите и когда охраняете массовые мероприятия, кто выстраивает все-таки вашу работу? Понятно, что по времени вы сами решаете, когда вам удобно, когда неудобно. А вот кто вас отправляет, там, вы охраняете это место, вы охраняете ту улицу, идите, патрулируете туда. Кто это? Это вы решаете или полицейские? Дело в том, что именно план по охране общественного порядка, если это какие-либо мероприятия массовые, то здесь, соответственно, составляют сотрудники полиции в любом случае. Уже мы потом совместно делаем расстановку, расставляем людей по возможностям, так сказать, на те места, где это более необходимо. Если человек более физически подготовлен, то мы, соответственно, более такой напряженный участок выделяем. Вот. Но есть спортивные массовые мероприятия, там уже я непосредственно, так как я работаю в спорте, я уже составляю план, и, соответственно, мы согласовываем это все с ОМВД. Но это в любом случае здесь все связано с ОМВД города. А с какими еще общественными организациями вы сотрудничаете в плане охраны общественных мест? Казачество. Казачество, это мы постоянно с ними сотрудничаем, и довольно-таки давно у нас сложились такие теплые отношения. Я раньше сам стоял в казачьем обществе. Вот. И у нас общая цель, общая задача – это безопасность. Вот. Мы, соответственно, чуть-чуть углубились более, потому что на казачестве еще другие задачи стоят. Патриотическая работа у них. Патриотическая работа, да. Вот. Ну, основная именно организация, с кем мы сотрудничаем, это казачество. Вот. Но также мы сотрудничаем и союз пограничников города Ноябрьска, они присоединились к нам в 2016 году полным составом, в нашу народную дружину, они выходят также на массовые мероприятия. Мы с другими, с разными общественными организациями города сотрудничаем. Также вот, я считаю, немаловажным сотрудничество с общественной организацией «Ветеран», где руководитель Дулепов Валерий Николаевич, он сам раньше как раз-таки отвечал за общественную безопасность, работая в полиции. Вот. И мы здесь сотрудничаем в рамках именно десанта ветеранов. То есть встречаемся в школе на тему патриотического воспитания и общественной безопасности. Да, конечно. Ну, а все-таки пресекать какие-то правонарушения удавалось? Что это были за ситуации? Пресекать, ну, Ирина, у вас. Ну, конечно. Именно из опыта. Из опыта. Какие, да, ситуации бывают чаще всего? Ну, бывает, что распитие алкоголя, вот это вот нарушение в общественном месте, да, не разрешается, если вы знаете об этом. Вот. Частенько бывает, что драки, побои тоже такое есть. Да, уйма чего. Бывают даже звонят по поводу, что у соседей громко музыка поет. Прямо приезжаем тоже, разговариваем, объясняем, как, что. То есть, опять же, бывает, что после 11 есть такие нарушители, слушают до 11. Вот. Но в основном, что больше мы употребление алкоголя, то есть вот нарушение. А патрули вы одна идете или с вами еще несколько человек? С дружин у нас в основном по два человека всегда, но у нас разные патрули. А патрули обычно по-разному бывают. Есть еще пешие, да, забыла сказать, что есть пешие патрули. Мы еще ходим пешком определенной территории, тоже вот смотрим, следим за порядком, чтобы опять не было распития, никаких дебошев, еще что-то, чтобы все было тихо, спокойно. Еще мы проверяем велики, велосипеды обязательно, тоже записываем номера, потому что тоже, если, знаете, слышали, что очень часто воруют велосипеды, мы тоже записываем, смотрим, контролируем каждого, то есть на велике приезжает. По поводу патруля, в основном два, третий вот. Да, два сотрудника стандартные, так сказать, патрули, два сотрудника полиции и один-два народного дружинника, либо один дружинник, один казак. То есть, если это брать массовые мероприятия, то там патрули увеличиваются. Соответственно, все в зависимости от места дислокации именно этого патруля. То есть, это может быть и три человека дружинника, но два сотрудника полиции, это обязательно. Как вообще население хулигана относится к народным дружинникам? Более доверительно, если честно. То есть, они видят, что это люди обыкновенные, простые граждане. Соответственно, более такой диалог выстраивается. Более мягкий, более доверительный. Раньше... По-разному. Ну, по-разному, само собой. Раньше было непонимание, кто такие, зачем вообще существуют народные дружинники. Ну, со временем, со временем... Тем более, видят повязочку. Да. Мы ее всегда должны носить. Да. Если на дежурстве, на мероприятиях, где мы дежурим, мы должны ее... И форма, конечно, тоже есть. Но у девочек пока вот такая повязка. И вот на нее смотрят, реагируют, как, грубо говоря, знаете, некоторые, как бык на красную тряпочку, да, есть что такое. Вот и тут тоже, ой, зачем вам это надо, что это такое. Некоторые прямо требуют. Помимо вот этого, у нас есть еще удостоверение. Недавно мы с этим столкнулись. И мы это тоже всегда удостоверение носим с собой обязательно. Вот. Мы столкнулись недавно. Мало что у полиции попросили, естественно, документы. И у нас с таким этим, что вы мне тут показываете, что подружинники, мне ничего это не дает, что это там повязочка у вас какая-то, документы соответствующие. Поэтому у нас все для этого есть. Это все официально, все законно. Мы показываем. Какие у вас вообще права есть, если так грубо говоря? То есть вы можете остановить хулиган и привезти его в отдел полиции? Или даже там мы можем позвонить? Смотрите, ну здесь суть следующая. Чтобы мы понимали прекрасно. Мы дружинники тогда, когда мы заступаем на дежурство. Вот. В другое время это, соответственно, активный гражданин с активной гражданской позиции. Вот. Все в рамках именно закона. Если это мы заступили на смену, то мы действуем в рамках 44-го закона. Здесь мы также имеем право потребовать выполнения соответствующих действий. Это прекращение правонарушения. Вот. Если человек игнорирует, здесь есть административное наказание о том, что невыполнение законных требований народного дружинника. Вот. Ну, опять же, есть... Также применяется и к народному дружиннику, но еще не разу у нас в городе Ноябрьске о превышении должностных помоломочий народного дружинника. Вот. Соответственно, если оказывается какое-либо физическое сопротивление народному дружиннику, соответственно, народный дружинник может и имеет право ответить. Девушек у вас много? Так, у нас сейчас девушек 21 девушка, вроде бы. Если мне не изменилось. Да, 21. Не знаю. Ну, практически четверть, даже больше, да? Да, конечно. У нас девушки, я вам честно скажу, это максимально активная часть дружины, потому что они всегда везде и впереди стараются быть. Плюс к этому, во время проведения тех же самых массовых мероприятий, это ячейка более такая рассудительная, вот. Внимательная, наверное. И внимательная, да, соответственно. Ну, и максимально исполнительная. То есть, если они, так сказать, заряжены на выполнение именно обеспечения общественной безопасности. А вы, Ирина, замечали, что вот к вам как-то относятся менее серьезно, чем, например, к мужчинам-дружинникам? Как к девушкам вообще относятся? Вы имеете что, ППС или что? Ну, население в целом. Население? Да, ну нет, как-то, мне кажется, одинаково. Не, ну, конечно, удивляет, что девушка, ну, дружинники, некоторые прям молодцы, а некоторые, разный народ, говорю, контингент. Кто-то говорит, зачем это нужно. Ну, как-то девушкам, ну, вам мягче, да, что? До какого-то числа будет вестись набор в дружинники? Мы, если честно, вот как мы объявили в 2016 году, в январе месяце, мы не закрывали набор. То есть он постоянно ведется? Да, постоянно. Просто сейчас есть определенные задачи по увеличению именно народной дружины. У нас такая идея, чтобы охватить и дворовые территории. То есть это уже работа именно с участковыми. Вот. Соответственно, мы пришли именно к такой агрессивной рекламе, можно так назвать. То есть стараемся везде прорекламироваться. Есть какие-то требования к народным дружинникам? Ну, по возрасту, понятно, с 18 лет, да? Да, конечно, обязательно. Дальше еще какие-то? Ограждения России обязательно. Также обязательно не иметь уголовного преследования, судимостей. А также не должен дружинник состоять на ПНД. Вот. Если даже была когда-то судимость погашенная, но мы стараемся этих людей не брать. А по причине того, что это все-таки работа непосредственно с сотрудниками, это работа с безопасностью. Вот. Потому что наша народная дружина еще ни разу не была не скомпрометирована, ничто. То есть без косяков. Здорово. И мы не хотим это ломать. А прежде чем дружинники выходят в патруль, они какое-то обучение проходят? Вот новобранцы? Новобранцы? Они в первую очередь, когда в любом случае, когда народный дружинник заступает на дежурство, он приходит на развод. Где доводится вся оперативная информация, где доводится вся информация в целом. Мы проводим небольшие обучения. Периодичность пока довольно-таки широкая. Но планируем сейчас с набором как раз-таки увеличить, ну, участить эти мероприятия по обучению. А он сразу становится дружинником новобранец или все-таки должен определенное количество патруля пройти прежде чем вы дадите ему такое звание? Дело в том, что он не может заступать не как дружинник. Вот. Соответственно, когда он подает документы, мы около месяца их проверяем. Мы обязательно требуем справку о несудимости. Соответственно, мы проводим также беседы с этим человеком, смотрим, насколько рассказываем о работе, с чем он может столкнуться. Если человек делает, то выбор, соответственно, он идет в дежурство. После дежурства я спрашиваю, расспрашиваю, как, что, каким образом. Также массовые мероприятия, когда человек присутствует. То есть человек должен максимально понимать, для чего и зачем он пришел в народную дружину. А семейные пары есть у вас? Семейные пары, да. Которые вместе пришли? Да. Да? Много их? Мы с супругой. Да? Семейная пара. И мы почти. Да, и вот Ирина почти. Здесь, понимаете, суть следующая. Семейные пары, любая семья, она, в принципе, участвует. Потому что, если это мужчина, он уходит на дежурство, он защищает, он охраняет спокойствие своей семьи, ну, в том числе и горожан. То супруга, она дома, как, так сказать, хранитель очага. Если это девушка, то, соответственно, мужчина ее поддерживает и находится дома. В любом случае, здесь задействована вся семья. Ну, вот у нас с супругой задействована семья именно. Она также принимает участие в работе народной дружины. Она занимается документацией, она занимается нашей группой ВКонтакте, Инстаграмом, все. То есть, она взяла на себя обязанности начальника штаба. А если вот так вот в общих чертах описать, народный дружинник Ноябрьска, это кто? Это активный гражданин. Активный гражданин, потому что, если частенько задают вопрос, а кто преимущественно? У нас от обычного слесаря до директора учреждения есть. У нас вот директор учреждения Ледового дворца Елена Николаевна Первушина. Вот, также заступает совместно со своими сотрудниками на охрану общественного порядка во время массовых мероприятий. Вот, то есть, конкретно сформировать, ну, основное объяснение, это все-таки гражданин активный, которому не безразлична судьба нашего города. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо.